добрый день мои хорошие многие ждали меня с поделками и вот я здесь я с поделками меня зовут как всегда мило еще ничего не поменялось так что сегодня я хочу сделать из вот такой вот пряжи она трикотажная очень красивые и современные изделия это пряжа она выглядит вот так она продавалась в магазине world и тут 200 грамм 52 метра я думаю что из такого матка в принципе много чего не сделаешь но я ошиблась и я вам сегодня покажу что можно сделать из такой пряжи вот она у меня цвета светлого джинса красивая сетка по-моему такая во всех странах продается она как бы прорезиненная и такой маты обычно вставляют в машину антируч мата называется по немецки антискользящее покрытие или где стоит посуда на полках для начала мы сделаем мелкие детали а потом будем их соединять я возьму маленький кусочек и мою веревку до трикотажную и так сначала я здесь у меня конец я вот так сворачиваю немножко и чтобы не видно было махрушки махушки мне здесь можно принципе отрезать лишнее чтобы не создавалась толщина теперь я беру горячий клей ставлю каплю клея принципе разницы нет можно поставить и на мат прижимаю затем я клеем хорошенько поливаю вот так хорошенько поливаю не стесняюсь детальки должны быть крепкие и проворачиваю но не притягиваю просто прокладываю мою вот эту вот улиточку и прижимаю снова промазываю клеем и снова прижимаю таким образом формируя детали улиточки мне нужны 7 сантиметров диаметром делаю несколько штук и пока клей еще не застыл я отклеиваю и обрезаю аккуратно ножницами вырезаю вокруг эту деталь я отложу сторону потому что я уже заранее конечно сделала их снаружи мои улитки выглядят вот так внутри вот так здесь у меня черная сетка остальные детали я уже приклеивала на белую сетку и так таких деталей у меня девять штук пока затем на белой сетки я сделала вот такую большую улитку или круг уже он у меня диаметром 18 сантиметров у кого нет клея можно пришивать вот через сетку вот так тесьму но это очень долго хотя и клей тоже долго и много надо клеем прям вот много клея надо много-много потому что мы хорошо проливаем видите тут видно вот что все в клею и эта салфетка она не будет скользить тогда будет очень плотно держаться на поверхности и хорошо себя вести до не деформироваться стирать можно можно сверху мягкая щеточкой губочкой постирать мыльной водой так что всегда спрашивают у меня девочки а стирать да стирать можно и так я хочу сделать коврик сначала на стол потом мы сделаем с вами еще другие украшательства украшения мои слова крылатые так я беру две улитки и вот где у меня швы закончились да я обрезала наискосок и подворачиваю вот так во внутрь если вы случайно обрезали каким-то образом да нечаянно можно в принципе заклеить это клеем и так я промазываю этот край но ближе к нижней части чтобы клей не было видно и вот так здесь конец в эту сторону здесь в эту я их приклеиваю туго прижимая друг другу приклеиваю по две детали сначала подержу чтоб это схватилась видите нашу клей клей убираем и с этой стороны можно еще пролить чтобы наше изделие было крепким держалась крепко но вот так пистолетом немножко размазать что тут не было бугра так делаю я на бумаге чтобы не приклеилась к столу от бумаги очень хорошо отстает ничего не приклеивается теперь мы смотрим места соприкосновения я приподнимаю край и промазываю опять ближе к нижней части аккуратненько подсоединяю прижимаю держу до тех пор пока это не не застынет то же самое повторяю вот с этой стороной где у меня здесь вот где-то полтора сантиметра промазываю нему не бойтесь проливать потому что я сказала что это будет крепче только держаться и когда вы заклеите всю салфетку нужно осторожненько это все снять сейчас я не буду делать что еще горячий клей просто могут детальки у меня оторваться вот я теперь клею дальше опять беру две детали склеиваю их вместе где вот швы и теперь мне нужно склеить уже три стороны вот здесь здесь и склеиваем опять приподнимаю край вот так убираю нитки аккуратненько с тканями нужно работать очень очень предельно аккуратно чтобы клей у нас сверху не был иначе потом убрать клей просто невозможно так дальше затем когда мы все приклеим надо будет отутюжить взять раскалить хорошо утюг только с этой стороны снизу подкладываем пергамент для выпечки сверху тоже и раскаленным утюгом мы проглаживаем только с этой стороны ни в коем случае не со стороны клея иначе клей растает приклеится и деформируется наше изделие приклеиваю опять вот здесь аккуратненько все стараемся делать и когда наш клей подсох мы потихонечку снимаем снимаем и с этой стороны как я уже сказал опять можем опять вот размазать каплю клея закрепить все эти участки еще раз повторяю кто не хочет работать с клеем пожалуйста пришивайте если кто-то хочет такое же изделие как делаю я современная модная сейчас мода возвращается кто следит за модой вот и сейчас в моде опять из трикотажных всяких вот таких веревок из футболок из например вещи какие-то вы не носите вы разрезаете все это на веревочки из таких веревок плетутся тоже дорожки коврики и даже вазы обклеивают такими деталями вот в дальнейшем мы попробуем с вами тоже сделать такую вазу на фольклорную народную вот она сейчас только я доделываю мой коврик посмотрите девочки мне не хотела как раз две улиточки хорошо что я оставила эту веревку сейчас я сделаю и доклею так я доклеиваю получается что на 18 сантиметровый круг центральный вот этот у меня ушло 12 деталей по 7 сантиметров 12 деталей вот всегда спрашивают для чего я это делаю интересно конечно я тоже интересуюсь правильно спрашиваете это вообще-то вот подставка на стол можно сюда поставить вазу фотографию какие-то фигурки что вам нравится сковороду кастрюлю тарелки и так в общем получился вот такой цветок некоторые делают еще обрамление из веревки например вот таким образом да можно и так сделать но мне больше нравится когда края вот такие вот получается я не знаю какой цветок что-то мне напоминает скажите какой цветок напоминает вроде думала ромашка нет не ромашка он такой более круглые лепесточки и так я еще сделала вот такой красивый ковер коврик у меня сейчас я померю сколько сантиметров получается 46 сантиметров но сюда я вклеила вот веревку как вы видите с этой веревкой мы всегда работаем и вот примерно толщина одинаковая у этой веревки 8 миллиметров толщина у этой где-то 6 наверное вот и так что же получается вот такой большой коврик я бы сделала еще больше но я хочу сделать морской стиль поэтому я сделала коврик и вот эту вот как ее назвать коврик тоже только уже на стол и на столовый коврик из банки я хочу сделать небольшое украшение что же такое везде клей чистишь чистишь так и я вырезала ленту хочу по низу приклеить на банку тоже вот часто украшают баночками простыми да это из-под сосисок такая высокая тонкая похожая на вазу кстати к видео о психологии медности многие говорят но вы же тоже постоянно делаете что-то украшаете столько много вещей вещей зубки нет я блогер я же делаю для видео для вас чтобы были разные темы для детей кто-то делает поделки на то есть вы думаете я все оставляю себе да нет конечно я что-то отдаю что-то выкидываю вообще выкидываю вот абсолютно и вот такая баночка вазочка простейшая получается можно поставить туда живые цветочки и так если вам понравились такие коврики на стол или на пол как я сделала делайте и забыла сказать то будет работать горячим клеем осторожно не обожгите руки клей горячий ну а у нас сегодня все чем я хотела с вами поделиться я это подготавливаю тоже к другим видео потому что это будет использоваться еще в разных интерьерах поэтому я вот решила сделать такую красоту и положу естественно тоже на свой белый столовый стол да в столовой и конечно на белом столе это будет контрастнее смотреться да в общем вот такое чудо у меня получилось еще и веревка осталось 52 метра 200 грамм вот а с остатков веревки тоже мы будем делать подходит под морской стиль под бежевый белый под практически под любой стиль подходят такие пастельные цвета и так с вами была ваша мила люблю целую всем всего доброго и хорошего всем пока пока